Лукашенко заявил, что нет лучше работы, чем доение коров. Ему по ночам снятся люди, с которыми он работал. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Тут много вопросов, почему эти люди ему снятся, и что он им сделал такого, что они ему теперь снятся. Но это нужно обязательно слышать. Снятся. Коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Лучше нет. Никакое президентство, это все чепуха. Вот и живет наша страна так, как живет. Потому что Лукашенко коровы снятся и дойка этих самых коров. Этим надо жить. Не в работу ходить, а жить. Совершенно верно. В России выпустили серию спортивного питания со слоганом «Будет круче, чем в Буче». На фото видны упаковки креатина, омега-3 и всякой подобной хрени. Что произошло в Буче, вы и без меня знаете. Подобный выпуск подобного товара больше похож на лицемерие. Ведь каждый из них прекрасно знает, что там происходило. Какой ужас там творился. Пропагандист напал на инфоказачку. Та в ответ заподозрила желание продать родину. Виртуальная дуэль между Игорем Туром и Ольгой Бондаревой разгорелась из-за белорусскоязычных информационных табличках в общественном транспорте. Бондареву опять возмутил белорусский язык в Беларуси и отсутствие русского перевода. Тур в ответ посоветовал учить государственный язык. Не найдя что ответить, Бондарева прицепилась к слову шляхта, использованная Туром, и понеслась. В данном контексте и споре Тур выглядел довольно серьезней. Хотя по сути своей, кто бы с Бондаревой не ссорился, в любом случае будет выглядеть прилично. В Бресте началась вторая волна победобесия. Вчера из России пригнали поезд с мумиями. Теперь из Российской Федерации всякую хрень в Беларусь вводят, рассказывая о том, что у нас одна история, мы одна страна, ну и так далее, тому подобное. Пропаганда начала втирать россиянам о том, что было бы неплохо построить что-то подобие ГУЛАГа. Нам бы вот хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может кого ранят, ГУЛАГа. Вот опыт ГУЛАГа, может быть, освоить. Но ГУЛАГа не в том смысле, как Александр Александрович Солженицын писал свою бессмертную книгу, а ГУЛАГа как некоего масштабного проекта. ГУЛАГа, главное управление лагерей, колоссальная система, невероятно эффективная, сложная, которая умудрялась перелопачивать такое количество народу, держать под контролем, использовать их как рабочую силу, строить фантастические промышленные объекты, которыми до сих пор мы, вот как страна, как наследники пользуемся, а также те, кто умудрился их приватизировать, тоже до сих пор пользуются. Вот может быть там имеет смысл, в общем, как так вот посмотреть на опыт, как должно быть, режим какой должен быть, система контроля, отбор персонала. В прямом смысле слова не стесняясь, стирают подобную дичь. И называют украинцев, что они якобы какие-то неправильные, их спасать от кого-то надо. С подобной риторикой, россиян уже пора спасать. Московская биржа объявила о принудительной конвертации всех долларов и евро клиентов в рубли. Московская биржа не сможет вернуть клиентам валюту. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. В общем, если у вас были сбережения в Российской Федерации в долларах, теперь вы можете их забрать только в зайчиках. Причем курс доллара будет тот, который решит этот банк. Ну, то есть путинское правительство. То есть по факту вы с этими зайцами останетесь с голой жопой. Вот и храните деньги в банках. Каратели отчитались о новых хапунах в Лидии и Фаниполь. Несколько человек были задержаны на Лидском линейно-механическом заводе прямо на рабочих местах. Поступает информация, что они периодично ходят по всем предприятиям нашей страны и постепенно выхватывают людей. Кого-то записывают на видео и тут же выпускают, а кого-то тихонько садят на сутки. Эта работа идет постоянно и планомерно. День в день. Жители Речицы переживают, что дороги в год качества трещат по швам. Нет никакого года качества. Это по большому счету насмешка над белорусским народом. Чтобы в Беларуси провести год качества, нужно провести огромное количество реформ, на которые ни страна, ни экономика страны, ни правительство в этой самой стране не готовы. Поэтому год качества это так, чтобы посмеяться было над чем. Как и год единства после 20-го. Жители Карелии просят губернатора вернуть своих мобилизованных на защиту новой границы с НАТО. Глава Карелии объявил в социальных сетях о начале формирования армейского корпуса для охраны северо-западной границы России. В комментариях жители предложили разместить вдоль границы мобилизованный Карелов. То есть они отправили на мобилизацию на войну в Украину своих солдат. Тут якобы граница НАТО появилась, которую срочно нужно защищать. И он предложил новые формирования создать, чтобы границы эти защищать. Жители сделали правильное замечание. Может быть, убрать военных с Украины и поставить на границу для защиты собственных территорий. Но задумка властей была немного другой. Российские регионы в 15 раз подняли выплату за отправку на войну. С момента вторжения в Украину с 1922 года выплаты за контракты с Минобороной выросли в 80 раз. Иногда превышают миллион рублей. Лидирует Карачаево-Черкесия с выплатами в полтора миллиона. В начале года дефицитные бюджеты были у 8 из 10 регионов с самыми большими выплатами. Общий дефицит достиг 408 миллиардов. Военный эксперт считает, что федеральные дотации стимулируют безответственную финансовую политику. А рост выплат указывает на нехватку желающих идти на фронт. И неудивительно, что они после заработной платы в 11 тысяч, получив миллион, прут на эту самую войну, невзирая ни на что. Удобно иметь свое население, которое полностью нищее, и в нужный момент деньгами отправлять куда угодно. Вот прям куда угодно. МИД Лукашенко возмутился встречей министра иностранных дел Армении с Тихановской. Они уже и веренного поверенного. И министра иностранных дел уже со всеми разговаривают. Недоброжелательные отношения. Слушайте, Лукашенко говорить про добро и уважение, ну, вообще смешно. Лукашенко продавал, по сути, их прямому врагу и против собственного союзника вооружение. Причем открыто и прямо пришел, поздравил их с победой. А теперь чему-то еще возмущается. Очевидно, что Армения должна была поступить так, как поступила. Да, по-другому никак. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!